Кто был удостоен звания адмирала флота Советского Союза? Как называли жители оккупированного Ленинграда, путь через озеро, по которому везли жизненно важный провиант. 20 вопросов, вошедшие в диктант победы, затрагивают все основные этапы Великой Отечественной войны. Акция посвящена 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск. Говорю простые русские слова. Диктант победы! Вперед! Диктант победы! Поехали! Диктант победы прошел в нашем городе впервые, и принять в нем участие захотели многие жители Балакова, среди которых были и известные личности города, а также чиновники. 7 мая они собрались на двух городских площадках – в лицее номер 2 и в школе номер 28. Перед началом тестирования всем желающим необходимо было пройти регистрацию. Зарегистрировались предварительно люди и взрослого поколения, и молодежь. Молодежь вообще – это отдельная история. Очень приятно, что молодежь именно участвует в таких патриотических мероприятиях. Мы не ЕГЭ здесь сдаем. Здесь, конечно, интересно будет получить итог своих знаний, но я думаю, что тут самая главная оценка – это внутренняя, внутри и в сердце. Депутат Государственной думы Николай Панков по традиции встречает майские праздники в нашем городе. И диктант победы народный избранник писал в 28-й школе. Вы скажите, вы списывать друг у друга будете? Мы будем довольствоваться теми знаниями, которые получили в школе по истории. Хорошо. А как-то готовились к диктанту? Может, что-то повторяли, вспоминали в школьной программе? В эти дни смотрел фильмы. Хорошо, что появляются новые и новые фильмы об истории нашей страны, о Великой Отечественной войне, о ее героях, о ее подвигах. Что касается списывания, я сюда пришел добровольно. И не для того, чтобы списать, а для того, чтобы участвовать в диктанте победы. Даже не интересует, на какую оценку я отвечу. Конечно, хотелось бы получить хорошую оценку. Но в любом случае, само участие говорит о том, что жива у нашей страны, у наших граждан память, о память наших предков, о подвиге наших героев. И это меня подвигло приехать сюда, в Балаково, на диктант победы. Александр Александрович, а вы готовились как-то? Ну, конечно же, это хорошая база, когда есть здания со школы. Но очень хорошие знания были приобретены, в том числе и исходя из той истории, которая была вокруг моего деда, который погиб на Кольской дуге. Мне это на самом деле очень интересно, важно. Поэтому очень много в свое время прочитал книг о Великой Отечественной войне. В большей степени, конечно, не исторических, не хронологических книг. Ну, а каждый год перед 9 мая, всегда когда-то пытаешься посмотреть, когда была та или иная битва, события, освобождение, герои, генералы, маршалы, рядовые. В общем, ну, как-то все равно в канун 9 мая волей-неволей ты все равно погружаешься в ту историю. В нашем городе куратором патриотического проекта стал депутат Баковотрогского муниципального образования Олег Удилов. По его мнению, диктант Победы должен не только проверить знания россиян, но и привлечь дополнительный интерес общества, особенно молодого поколения, к Великой Отечественной войне, к подвигам, героизму и трагизму этих переломных лет. В диктанте Победы у нас в Балаковском районе участвовало две площадки. Это второй лицей и 28-я школа. По итогам регистрации у нас на 28-й школе было 89 человек, на втором лицее у нас было 45 человек. Итого 134 человека. Организовали этот диктант совместно партии «Единая Россия», комитет образования Балаковского муниципального района и волонтеры Победы, Балаковское отделение волонтеров Победы. Но было очень интересно то, что в канун этого праздника проводится такое мероприятие, когда на самом деле люди не за оценки пришли сдавать не ради какого там для себя результата, а чтобы окунуться, опять погрузиться в эту атмосферу событий в время Великой Отечественной войны, пообщаться друг с другом и, ну, конечно, вспомнить исторические факты, которые они писали непосредственно в диктанте. По организации было не так тяжело организовать, потому что время дали на это достаточно, и оргкомитет у нас, в принципе, в Балаково собрался сильный, потому что были люди, которые уже непосредственно организовывали подобные мероприятия в виде сдачи экзаменов. Но вот именно такая торжественность с привлечением студентов, учителей, школьников, людей рабочих, представителей власти, представителей общественности и СМИ, такое мероприятие проходит впервые. Очень надеемся, что диктант это будет традиционным, таким, как и «Бессмертный полк», таким, как и «Трорум-транжевственное шествие 9 мая». Поэтому мы хотим, чтобы ежегодно в таких мероприятиях принимало в нашем районе и вообще в Саратовской области, в России все больше и больше участия людей. На заполнение бланка ответов отводилось 45 минут, но многие покидали зал гораздо раньше. В основном это были люди в возрасте, которые знают об истории Великой Отечественной по рассказам отцов и матерей, бабушек и дедушек. Им не составило труда ответить на вопросы. Один из участников поделился своим впечатлением после прохождения теста. Мероприятие, я считаю, что очень ненужное, очень полезное. Впечатления сначала немного волнительные, но потом сразу вспоминаются институтские годы, школьные годы. Посмотрим результаты на сайте. Надеюсь, что все правильно ответил. Конечно, количество правильных ответов в бланке довольно важно, но гораздо важнее то, что после написания диктанта участники начнут искать информацию о войне в книгах и интернете, а значит, память о тех годах будет жить.